По уме построить огромных размеров мраморный лотарь, посвященный земле. Что и было золото. Но за столетия окажется, уродуша, урод по землю. Фергам вообще со временем стал территорией Турции. В 19 веке кульки к себе позвали немецких инженеров для дорожных работ. И во время дорожных работ немецкая экспедиция нашла фрагмент мраморного лотаря, выкупала их, купила их в Турции, привезла в Берлин, и в Турции. Второй век до нашей веры, на минуточку. Раньше такого не было. Время было, что и тысячи. То, что мы сами видим. Просто представьте себе, что здесь в 12 лет была открытая спида. Добавала в 15, которые в одном году были, осады. И мы находили еще записи студентов, кто здесь учился в Докуре. Они вообще пишут о том, что у нас уродники из РИД проходят в большом зале, и нас учат вставать на лыжи и кольки. То есть там внизу то ли лыжьем можно было подавлять, то ли каток задевают. А плитка сохранилась. Что вы знаете о качестве кулерой-бок, о качестве кулерой-бок. Качество кулерой-бок. Вот этот потолок был пробит снарядом во время войны. А вот здесь заливали каток. Замечательно. В 1953-м умерает Вера Катин-Бухина, человек-лигенда, символ советского милоритального искусства. Нам дают имя мужчины-корбанки. То есть в 10 лет. Ну и в большой конкурсе. В этом задумываемся, как подлить всевозможность. У нас будет 86 человек. Больше только в первом виде московском поступить. Нет, у нас есть бюджетная коллекция, но очень много. Потому что на коменте мы принимаем все, что мы не можем подняться. Если мы проходим здесь у нас керорийский квартал. Продолжение следует. И то, что мы с вами здесь видим, мы на самом деле уже были чистокровные балансы. Потому что балансов не велико будет синий пигмент. И балансов, которые прям зелые из баланса, они синий-белые, голубые. А у нас в России, это связано вот с открытием Монг-Кармилая, была явная страстишка зелёных манулей. И очень много зелёных манулей. И вот такие достаточно оляховатые самокутные печи, их делали не в Петербурге, не в Москве. Это разные города, как Псков, Таргова, Сатурская, Калмуга, самая богатая, но на Калмуга есть. Ещё одна, хотя мы не разные, не несколько, но эта печи уже как-то делала, наверное, лазурью. А вот, что мы тут с вами говорили, но более-то, более сложная. И это было, чем 18-го столетия. Ну и кроме, который мы всеуслышанно говорили о том, что, ну да, фабричная массовая продукция, это хорошо, и за фабриками будущее. Но всегда были частные заказы. Бромбилла делал мебель сугубо под заказ, никогда её не тиражировал, не соединялся с фабричным производством. И данный шкаф, его собирали 15 лет, 20 лет заказ для штаб-квартиры, ордена и иезуитов по пьезду. А потом так вышло, что Ольга стала переезжать, они продавали дорогую мебель, шкаф был выставлен на торги и оказался в нашем музее. То есть это сокровище у меня там.